Бонжорно, мои уважаемые зрители Виггинс, нам нужна помощь бедному Тому Круто так Извиняюсь, рисунок сделан, так, Виггинсом, я так понимаю Мы сейчас будем искать история, наверное Так, ну давайте в истории Владая искусство, архитектура Экономика Вообще, как бы такие гербы можно поискать в газетах Подожди, ааа, то есть тут и там и тут Вот в чем юмор, все, я понял Вот я и думал, что в газетах Давайте поискать Блин, ну мы так будем это искать 94-й, ооо Так Исследование, химия, ядраны, знаки и символы Давайте вот так Вот знаки и символы Божественный синдикат, королевский Так, знаки и символы торгового Так, английские гербы Ага Так, вот он Герм семьи Марш В настоящее время представителем семьи является Лорд Эдвард Марш Известный, как меценат Он снабжает бедняков Уайт, Чепелла, едой Теплой одеждой и прочим Лорд Марш Также известный, как соучредитель программы Специальной подготовки Позволяющий бедным людям Получить образование Лорд Марш Поживает в Лондоне На Мейнсбери Роуд Д3 Окей Мейнсбери Роуд 3 Этот человек Лорд Марш Ха Лорд, который вершится возле кабака Нанесем визит Лорду Маршу Сделай вид, что заинтересовала его благотворительность Окей Так, славно, славно О, спасите О, скажите ему подождать Боюсь, это невозможно Эта юная леди отказывается ждать Что? Папа, Кетти Школу-интернат Мисс Кетти Затопила И все Отправила домой Так, бог мой Как же тебе удалось Так быстро вырасти Ты остаешься Куда бы Так Холмс Я там есть свою комнату Что ты должна сказать, Кетти? У тебя есть новое дело? У госпитанной леди, которая шантажирует? Или это любовная история о принце и суфражистке? И что ж ты думаешь? Ты мне что раска... Так, возможно, если будет опасно Но Ватсон будет ревновать Ладно, тогда развлекайтесь Я пойду разберу вещи Поможете мне, мистер Хадсон? Миссис Хадсон Так, хорошо Пойдемте Ну, может, сразу Как бы На Дом маршала Он иногда тут читал Достоевского Если я не ошибаюсь Там преступление и наказание В прошлой части Это было Серьезно Окей, мы приехали Так Холмс, по поводу Кетти Что? Она подросла, не так ли? Вы не думаете, что пора ей рассказать? Рассказать о чем, Ватсон? О ее отце Никогда Точно никогда Вы слышите меня? Холмс, вы виноваты в смерти ее отца Вы задолжали Ей правду Она достаточно взрослая Я ее потеряю Разве вы ее не видите? Она не должна знать, Ватсон Холмс Это не поможет И не должно А, не успел Хеллоу Я пришел Входите, пожалуйста Нас ожидали? Добрый вечер, джентльмены Добро пожаловать в мой дом Чем я могу помочь? Добрый день, лорд Марш Меня зовут Шерилл Холмс А это мой друг и коллега доктор Ватсон Так, ты какой-то братишка бледный Так, красные глаза Плохо себя чувствуют Недостаток Ну, мне кажется Так Хорошая одежда Богатый Золотое кольцо Состоятельный Одеяло болеет Я думаю, да Так Белюли Сильная Болеутоляющая Окей Так, блокнот Личные помощники лорда Рецепты Личный помощник лорда Я думаю Так, интересно Вышитый узор Член охотничьего клуба Так, ну все Портрет персонажа создан Наконец-то Состоятельный Болен Может быть их там на органы Режут Ну, хотя Маловероятно Или торгуют людьми Вот это мне самое первое, что А, врач Блин Он врач еще Так, Рубен Фешер Молодой человек 25 лет от роду И уже личный врач С хорошим образованием и манерами Член охотничьего клуба Одежда указывает на неплохой достаток Рубен Фешер не только врач Но и личный помощник лорда Марша Лорд Марш Состоятельный человек Занимает высокое положение в обществе Что видно по дорогой одежде И золотому кольцу Он посвятил жизнь Помощи беднякам Он болен Поэтому Кутается в одеяло Несмотря на то, что в комнате тепло Окей Я не помешал Надеюсь, мы вам не помешали Мы сейчас с доктором Да, это доктор Рубен Фешер Но неважно Пожалуйста Я занятригован вашим визитом Рад это слышать Последнее, чего бы мне хотелось Лорд Марш Я могу признаться, что восхищен Вашими усиленными делами Помощи беднякам А, да Это война, которую мы должны выиграть Она на наших улицах И теперь в моем доме Вы, конечно, заметили Те сумки с разными вещами Одеждой и книгами Для несчастных Это воодушевляет Со своей стороны Я тоже стараюсь Помогать нуждающимся Думаю, возможно Я бы вам мог помочь Почему бы нет? Я уже получаю Всему ценную помощь От доктора Фишера Моего лечащего врача Я узнал ваше лицо Прошу прощения, лорд Марш Но вы очень бледный Могли я предложить услуги Доктора Ватсона Это очень любезно С вашей стороны Но я уверен, что способен Назначить лорду Марш Необходимое лечение Долго у вас Продолжается, мой лорд Я в порядке Доктор Ватсон В смысле? Я возразил? Зараза Я нажал Кью, честно Это удивительно Ваше лицо кажется мне знакомым Доктор Только почему-то Оно ассоциируется С Уайт Чепеллом Уайт Чепеллом Превосходно, вы правы Я действительно иногда Посещаю там пивные Можете себе представить? Не то, что я был пьяницей Но там в одежде Рабочего Я могу подойти К некоторым парням И спросить Не желают ли они сделать Кое-что особенное Особенное? Могу ли я спросить О чем вы? Конечно С того момента Как лорд Марш Начал программу Специального обучения За тысячи так Он предвидел Что таким людям Понабится Кое-кое-то И теперь С образованием Или без Мы предлагаем им Возможность поработать У лорда Марша Это дает Несчастным людям Шанс помочь Сделать Лондон Чище Это замечательно Да, точно Чтобы видеть истину Нужно не только смотреть Но и понимать И лорд Марш Верит в это С самого детства Доктор Фишер Романтизирует Все это Давайте закроем Тему Несмотря на мой титул Да Я должен Поделить своим кровом И этим сумком С едой с бедняками Верит так Посовен помочь Окей Блин Ладно Так Лорд Марш Помогает Даже клиникам Окей Лорд Марш На охоте С друзьями А, мои дорогие друзья Лорд Коллинз И лорд Харрингтон Не будь этой дрянной Английской болезней Я бы сейчас был бы С этими пройдохами Всему свое время Трое сирот Поступили В медицинский колледж Благодаря Лорду Марш И его программе Специальной подготовки Многие бедняки Получили В своей жизни Второй шанс Ну Документ С печатью Окей Лорд Марш Вот список Избранных Участников Для программы Специальной подготовки В октябре Выглядит Многообещающе Не могу Дождаться Патрик Таннер Томас Келик Джонс Торбридж Уильям Так Эээ Ну Я видел это имя На листовке Он разыскивается Ну Предположим Я вообще на рандом Кликнул Но Я не вполне понимаю Осознаете ли вы Число людей Которые обязаны Вам жизнью Не смущайте меня Мистер Холмс Но верно То Что эти люди Стали для меня Чем-то вроде семьи Это очень большая семья Как мне кажется Да Список окажется Длиннее любого Вашего рассказа Настолько длинным Только Фишер Уйдет запись Можно нам взглянуть На список К сожалению Но это невозможно Это секретно Я на этом твердо Настаиваю Мистер Холмс Я вас понимаю И разумеется Сделаем пожертвование На вашу образовательную программу Ну а теперь Мне пора идти Благодарю вас Обоих И желаю Там взаимного Мистер Холмс Окей Так Теперь мы можем Наконец-то Сделать Умозаключение Так Получается Что лорд Марш Потратил немало Денег на помощь Беднякам Гуманитарная помощь Для сирот Для бедняков Так Ламберта Сумки с едой Закрыто Так Ну вот это Как раз таки Та комната С Где висят Эти Ружья Там И все такое Так Значит здесь По идее Ничего полезного Нету Хорошо Переходим В умозаключение Найдите пару Связанных улик И получите Дедуктивный вывод Красный цвет Означает Противоречие В их сочетании Хорошо Так Давайте так Программа Специальной подготовки Особенно Работа Херста Некоторые факты Можно интерпретировать Двояка Но это как всегда Бывает даже Трояка Так Ну у нас Больше тут И нет Так А нет связи Особенная работа Упомянутая Джорджем Херстом Никак не связана С программой Специальной подготовки Наоборот Как-то связана Я думаю Так Окей Давайте еще Посмотрим На улики Исчезновения Отказ Лорд Марш Доктор Фишер Хвастаются Программ Специальной подготовки Но они отказываются Рассказывать Подробности Клуб Кровотермен Так Ага Охотничего Клуба Особенная работа Херста Нет Особенная работа Да ладно Особенная работа Исчезновения Так Окей Ну Давайте тогда Прокликаем Вообще Все Всевозможные Варианты Так Исчезновения Отказ Так Окей Тогда Особенная работа Прокликано Клуб Прокликано Исчезновения Прокликано Прокликано Отказ Прокликано Окей Ну все Хорошо Ф1 Он не показывает Ну ладно Хорошо Меня заинтересовала программа Так Так Ну Давайте Пойдем Сейчас Смотрим Дом Немного С другой С другой С другой С другой С другой С другой Я так думаю Мы сейчас Как раз таки Попадем Ну или Посмотрим В ту комнату Так Это Как раз таки Запертая Дверь Так И сюда Мы посмотреть К сожалению Не можем Так Ну ладно Тогда Что я могу Сделать То Так Клик у нас Более Я так Понимаю Нету Ну все Тогда Едем Отсюда Или Что Хотя Слушайте Непонятно Тогда Так Тут У нас Более Ни Черта Нету Окей Все Сохраняется Я думаю Что мы Здесь Что-то Должны Найти Нужное Я понял Ну давайте Не знаю В газетах Чуть Поищем Все Все Закрыто Окей Ладно Хорошо Так Так Я вообще Предлагаю Давайте Давайте На Уайт Уайт Чепел И Зайти В Пятый Дом Ну Попробовать В пятом Доме Там Вообще То Тоже Пропал Человек А Или Подождите Или Мы Из Пятого Дома Так Ну Связи У нас Нету Но Улик Здесь Будет Очень Много Я так Понимаю Это Будет Очень Сложное Дело Так Сейчас Я хотел Прогуляться До Пятого Дома Так Это Четырнадцатый Нет А нам Нужен Пятый Если мы Его Найдем Конечно Двенадцатый Пятнадцатый Шестнадцатый Нет Это Все Печально Так Вообще Бес Окей Ладно Это Тоже Да Дроссель Стрит Так Десять Так Понимаю Пятой Улицы Вообще Нету Да В теории О Пятого Дома Верней Я так Понимаю Да Так Хорошо Ладно Сейчас Еще Здесь Немного Прогуляемся Если Здесь Не Найдем А Здесь Мы Скорее Всего Не Найдем Вообще Нету Никакого Номера Окей Хорошо Ну Давайте Тогда На Бейкер Стрит Поедем Я даже Не знаю Что Теперь Делать Может Нам Не Хватает Улик Просто Дедуктивный Анализ У нас Не Дает Ничего По Уликам Если Посмотреть У нас Каждая Улика Связана Каждая Улика Была Связана С Другой И Как бы Нам Это Никак Не Помогает Я Думал Может Быть В Газетах Что Поискать Так Нет Это Нам Уже Нужно Будет Потом Так Подождите А Что У нас Стойте 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 Исчезновение Понятно Тома Джорджа Ферстон Стойте 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 Более Ничего Подробного Был Найден В доме Марша Так Джон Столбридж Так Харингтон Члены Охотничьего Клуба Где Находится Так Ну Может Одеться Как Бедняком Я Не Знаю И Ладно На столе Коробочка Сильным Обезболивающим Ну Давайте Может Оденемся Как Так С похмелья Доктор Бандит Бандит Вы Серьезно Священник Спортивный На Распашку Фермер Зеленый Серый Светлый Повседневный Верхняя Одежда Моряк Халат С похмелья Пожалуй С похмельем Меня Сойдет Окей Так Угу Я даже Не знаю Что теперь Как бы И делать Угу Так Сюда Мы Ничего Не можем Да Я в курсе Что мы Должны Помочь Я не знаю Что теперь Делать То Дедуктивный Анализ Как-то Но у нас Нет связи У нас Нету Связи Ни с чем Абсолютно Потому Что Потому Что Вот Так Так Хорошо А В 89 Году Давайте Почитаем Может В газетах Нет В 80 Так Нельзя в газетах Поискать Моя Акадь 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 Угу Улики 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 Так Подождите Вот это Вот Угу Так Ладно Давайте Мы Наверное Что-то Поищем Еще Я даже Не знаю Может У Лорда Марша Что-то Блин Я даже Не знаю Дом Марша Давайте Ага То есть В дом Марша Мы Больше Не можем Поехать Давайте В Пап То есть У нас Остается Не особо Много Места Куда Мы Можем Поехать Далее Получается Может Мы Как-то Можем Что-то Так Опять Отследить Да нет Все Остальное Становится То же Самое Так С этими Ребятами Мы Уже Не Поговорим Эти Ребята Все То же Самое Так Угу Так Окей Дом Херста Ну Давайте Дом Херста Еще Раз Я Даже Не Знаю Так Окей Идет Прогрузка У нас Сейчас С мальчуганом Мы Можем Поговорить Да Можем Мистер Холлс Вы Что-нибудь Узнали О моем Отце Том Том Не Так Быстро Я Хотел бы Спросить Ты Не Помнишь Что-нибудь О Специальной Программе О Программе Специального Обучения Программе Обучения Нет Он только Говорил Об особенной Работе И что Это за Ящик Том О Точно Я только Что Я нашел Мистер Холмс Он был Так Хорошо Спрятан Не знаю Почему Отлично Мой Мальчик Он Может Быть Нам Очень Полезен Я так Понимаю Так Вот Это Неожиданность Кто бы Мог Подумать Что Надо Опять Заглянуть К Отцу Как Да Ну Давайте Так Значит Ключ Видать От чего То Полезного Это Чтобы Чистить По моему Ствол Нет Да Шомпол Так Ага Вольф Джек Похож На Американский Жетон Этим Маслом Связывает Оружие Так Тома Твоего отца Было Ружье Ружье Нет Если Было То Он Мне Б Показал Уверен Что Он Не Стал Бы Показывать Тебе Мне Мне Нужно Так Искать Да Может Быть Это Ну Все Ведро Ну Давайте Вязкая Жидкость Масло Так Окей В Ком Ткани Смазывали Ружье Ну Значит Оно Точно Где-то Здесь Нет Нет По крайней Мере Я Не знаю Мне Нужно Взять Тоби Он Унюхает Запах Масла И мы Найдем Ружье Окей Куда Нам Бесконечность Не Предел Дедуктивный Способ Так Подождите Давайте Дедуктив Дедукцию Пока Не будем Включать Попробую Сейчас Взять Нашего Тоби И уже Как бы Посмотреть Найти Может быть Что-то Получится Так Окей Хорошо Такой Интересный Квест Так Давай Тоби Пора Заработать Своё Чё-то Там Пацан Мне беспокоит Его здоровье Окей Ну Давай Вали Я Поеду Немного В дом Хёрста Сейчас Мы будем Какие-нибудь Пули Там Связывать Блин Собаку Конечно Немного Страшноватую Сделали У меня Такое Ощущение Что Графика В прошлой Части Была Немного Лучше Ну Конечно Это у Мне Такое Ощущение Ну Ладно Считали Да Ой Мы можем Бежать Я не помню В прошлой Серии По-моему Тоже Был Тоби Очень Забавно Он Бежит По Лестнице Ну На Улицу Да На Улицу Скорее Все В этот Ну Да Опа 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 Как следы Ищем Вот Честно Да Ладно Давайте Попробуем Тут Конечно Поискать Но Если Не Будет Тут То Побежим По Второму Следу Это Лишь Садовый Сарай Окей Ну Может Быть Он Тут Что То С Ним Делал Потому Что Туда Сюда Носил Может Быть Там Ремонтировал Прочищал Так И Что Угу Так Хорошо А Тут Еще Один След Есть Ну Вот Сюда Я Так Понимаю Да Сто Процентов Здесь Ну И Конкретно Ключ У нас Тут Ну Типа Все Все Нормально Ключ Есть Так Да Да Подошел Так А Можно А Свет Здесь Горит По Дефолту Ух ты Елки Палки Катакомбы Нифига Люди Используют Этот Подвал Как Склад Интересно Конечно Да Ничего Интересного Для Меня Груда Мусора Не Опа Неск Неск Старых вещей И Типа Более Ничего Ну В принципе Да Более Ничего Это Это Не Здесь Ладно Окей Я Просто Зачитываю Чтобы Так Понимать Ладно Ну Здесь Ты Должен Ну Вон Там Да Ладно Дверь Там Вон Ух ты Ёлки Палки Ну Да Это Точно Нам Сюда Фотография Том Пробуем Открыть Ой Сейчас Будет Открыть Нифига Се Так Используем Пластину Освободить Путь Для Засова Окей Так Ну Все Одной Отмычкой Окей Ладно Да Тут Достаточно Все Интересно Окей Так Дальмиру Новости Про Лордов И Образовательную Программу Зачем они здесь Лорд Марш Совместно с друзьями Лордом Харингтон Лордом Кулинсом Основал программу Специальной подготовки Плагаем беднякам Улучшить свою жизнь И обрести Уверенность В будущем Эти трое джентльменов Безусловно Повышают уровень Развития Нашего общества Вранье Тут Не все так Сравним этот список С тем Что мы нашли ранее Для октябрьской программы Специальной подготовки Так В начале Декабря Судя по плакату Так Окей Сравним их С теми Кто указан Дэниэль Джон Строу Бридж Окей Далее А Подождите Ну мы одного Должны В итоге Да Окей Патрик Освальд Патрик Таннер Вот он Патрик Таннер Это точно Он Так Вот он Джон Строу Бридж Он у нас Есть Хорошо Генрих Так Вильям Реджсон Стел Так Может быть Их надо Вот так Вот О Так Этот человек Есть у обоих Документах Так Хорошо Гарль Дэйс Окей Джон Смит Так Роберт Тейлор Вот этого Нету Нигде Причем А нет Есть Вот он Да И Патрик Таннер Вот он Томас Томас Келли И Уильям Тэтчер Томас Келли На Т И Уильям Уильям Тэтчер Все люди Документов Маршал Отмечены И подписаны В бумагах Джорджа Херста Странно Наверное Так Группа Б Группа Б С Дэниел Джонс Эдвард Группа Так Окей Ладно Да Здесь Что-то Еще Ага Дорогой Том Если Ты Читаешь Это Письмо Значит Меня Нет В Живых Мне Жаль Что Все Закончилось Так Но У меня Не Было Иного Выхода Ты Должен Об Это Знать Ты Очень Смышленый Мальчик И Я Тобой Горжусь Надеюсь Однажды Ты Меня Поймешь И Сможешь Простить Сынок Я Очень Тебя Люблю Не Печалься И Постарайся Быть Счастливым Ты Станешь Взрослым И Это Произойдет Скорее Чем Ты Думаешь Ты Не Останешься Один Мы Будем Присматривать За тобой С небес Твой Любящий Папа Грустно Грустно Значит С ним Что-то Произошло Конкретно Прям Произошло Серьезно Давайте Посмотрим Так Письма Дорогой Джордж Я понимаю Тебя Это Так Печально Как и Ты Я не могу Найти Работу Даже Самый Простой Моим Детям Нечего Есть Когда я Пытаюсь Когда-то Устроиться Хозяева Сразу Говорят Что Не Желают Таких Людей С травмами С травмами Работали На них Чтобы Люди С травмами Работали На них Наша Военная Служба Ничего Не Стоит Наша Страна Использовала Нас На войне Теперь Бросила Нас Никому Ничего Не Надо Твой Друг Джек Уже Что Там Джек Приказ Именем Ее Королевского Величества Королевы Виктории Соединенного Королевского Великобритании И Ирландии Я Фредерик Рассел Бернем Майор Британской Армии Заявляя Страна Выражает Благодарность Джорджу Херсту Честному Солдату Соединенного Королевства Великобритании И Ирландии За его Храбрую Военную Службу Британская Армия Настоящим Настоящим Награждает Его Медалью За безупречную Службу Принимают Отставку В связи С ранениями Полученным Во время Службы Майор Фредерик Рассел Так Это что Губная Гармошка Или что Это вообще А это Патроны И здесь Два В этом кейсе Наверное Было Полно Патронов Так Хорошо На стенде Что-то было Ну ружье Видать Талант Воображение Позволяет Так Ну окей Здесь была винтовка Джордж Кёрр взял Ее с собой Так Найти Выполнено Осмотреть Подвал Так Что у нас Осмотреть Подвал Итак Это у меня Контакт Ребята Осмотреть Подвал Окей Так Ну здесь Никаких Пометок Нету Почему Он мне Указал На Вообще Странно Как-то Ладно Нету Карта Леса А Вот В чем Суть Я понял Так Хорошо Веревка Что здесь Больше ничего Нету Подвал Мы осмотрели Да Да Подвал Мы осмотрели Ну я так понимаю Сейчас в лесу Будем чем-то Заниматься Оооо Так Ранение Ранение Статья в газете Список Бедняков Так Ранение Херц Получил Во время Службы Британской Клуб Прощальное Письмо Список Бедняков Подготовка Так Так Найдено Давайте Список Бедняков И исчезновения Так Все участники Программы Специальной подготовки Из группы СС Исчезли Так Окей Улики Отказ Ага Специальная подготовка Но они отказываются Рассказать подробности Прощальное Письмо И отказ Можно как-то Нет К сожалению Нельзя Статья в газете Да нет Ну это как Как Ну вряд ли Ну да Так Прощальное Письмо Ранение Хорошо Может с подготовкой Нет Даже не с подготовкой Так Ладно Особенно Работа Хёрта Вот это Точно Сто процентов Так Связь Подождите Специальные подготовки Лорда Матша Как-то связаны Ну я думаю Да Что они связаны Так Списки Бедняков Ого Так Уже Так Возврата Нет Джордж Хёрст Знал Что у него Нет шансов Вернуться С особенной Работой Поэтому он Написал Прощальное Письмо Джордж Хёрст Написал Прощальное Письмо Но не Отдал его Тому Есть шанс Что он Жив Мне кажется Что есть Есть шанс Что он Жив Пробраться В дом Да 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 Считаю Что это Нужно Безусловно Он что-то Скрывает Особенная Работа Так Список Бедняков Ранения Ранения Особая Работа Но Нет Статья В газете Список Бедняков Сейчас уже Со всеми Тогда Прогоним Так Хорошо Так Ну Это Мы уже Да Это Мы уже Сделали А Вот Еще один Появился Так Заинтересован Джордж Хёрст Проявлял Хёрст Проявлял Интерес К программе Специальной Подготовки Но и только Джордж Хёрст Собирал Сведения О бедняках И лордах Связанных Я думаю Только Вот это Ну Я не знаю Мне кажется Так Так Ранение Так Ранение У нас Ни с чем Особенная Работа С подготовкой Так Насилие Особенная Работа Джорджа Хёрста Несомненно Связана С насилием Поскольку Он взял Ружье Ну Возможно Возможно Да Так Ну и ранение Ни с чем Не связывается Значит Мы должны Пробраться В дом Маршала У нас В принципе Не остаётся Более Ничего Так Ладно Я думаю Мы на этом Закончим Всем большое Спасибо За просмотр В следующей серии Мы Проберёмся В дом Маршала Давайте Даже Я Уже Направлюсь Туда Вот И как бы Мы уже Будем Надо Надо было В кэбе Дедуктивный Анализ Улик Применять Ну ладно Вот И я думаю Как бы Мы уже Будем Знать Более Глубже Что у нас Происходит Всем большое Спасибо За просмотр Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайк Всем удачи И Ну ладно Так Вы должны Сыграть роль Обеспокоенного Доктора Пока я пролезу В дом Маршала Это единственный Способ Помочь Маленькому Тоби Так Всем Удачи И пока Субтитры 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 Субтитры